Всем привет! Здрасьте! С вами The Station, в студии Иван и Азамат. И этот выпуск специально для тех, кто только что поиграл в Space Marine и подумал... Оооо! По нему что, на стол ка есть? Как по Довику в своё время. Да! Да, ребята, выпустили! Сегодня мы покажем вам большой мир Вархаммера. Если вам понравилась эта игра и вы захотели узнать, как же выглядит на столе эта битва, которая описывалась в Space Marine, я могу сказать вам сразу. Да так же. При должной сноровке, умении делать крутой классный террейн и хоббизме в душе. Ну и прекрасное воображение. Конечно. Настолка есть! Вот она! Правда, в США продаётов только я знаю. Настольная игра Space Marine! Главное, мы не в неё сегодня будем играть, а в её большого собрата. Большой, огромный мир Вархаммера 40 тысяч. Куда? В десятой редакции уже получается. Штука интересная, это классное, крутое хобби, если вы думаете, что-то очень дорого. Нет, ребят, не дороже рыбалки какой-нибудь там условной. Но сейчас любое хобби возьми. Конечно. Дороговато. Да вон, настолка. Ведьмак. 30 тысяч. Так что, ребят, сегодня играем в Space Marine. По мотивам поэта Кадаку. Вот та самая, где тираниды рвут на части имперскую гвардию, издеваются над бедными железячками Механикус. Та самая, где лейтенант Тит устроил ксеноцид. И на столе у нас будет именно это событие, когда подразделения Тита встретили превосходящие силы Орды. Буквально от тиранидских ксеносов. Мы играем на маленький формат. На очень маленький. Буквально, считайте, что это ваш кухонный стол. Ну да, прям совсем маленькое поле. Под икеевский формат у них столы-то. Ну, мелкие. Икея ушла, формат остался. Ну да. Ну, правда, чуть-чуть придется фантазии подключить, когда вы играете на столе, потому что у нас в салонке перечницы всякие хлебницы заменяются на крутые классные деревья, которые сделаны, между прочим, своими руками. Леха Фирсов делал из правильного места, между прочим. Этот террин, как вы видите, тут не надо огромных трат. Нужно просто уметь что-то делать своими руками, и будет уже очень красиво, ребята. Ну ладно. Я сегодня буду играть за отважных ультрамаринов. У меня командует всем парадом сам лейтенант Ти-Ти. Собственной персоной. И ведет в бой он пятерку космодесантников-интерцессоров. В русской версии, по-моему, кто тупо звучал? Заступники? Заступники, да. Господи, Иисусе. Кто же это переводил-то? Ну, не отсекатели какие-нибудь уже хорошие. Спасибо, что не танк, как из пятой редакции Орков. Пятая редакция тоже классика. Классика знать надо. Ну и у них, конечно же, в поддержку придан могучий дредноут Ахилей. Ну, я придумал такое имя, потому что мне нравится. У него просто пятки слабые, реально. У него там качаются, он плохо приклеен, потому что мы называем его Ахилей. Так что у нас сегодня вот такой вот состав космодесантников, этот маленький такой взвод при поддержке дредноута. А что же у тебя? А что у нас? А у нас даже имен придумывать не надо, и нам за это хорошо. У нас нас ведет тиран Улья под номером 1036. Опознанный объект как? Короче, 36-й, это шестерка-третий десятки мы его называем. Мы тебя будем называть Пасюк. Пасюк. Поэтому против Кита его отправили. Трус балбес бывалый. Ну и у нас там для создания толпы, как на фотографиях обычно делают, у нас вот десяточка гантов для ближнего боя, десяточка гантов для дальнего боя. Ну, хармоган, термоган. Классическая массовка за пару баночек протеинов. Там просто кто хочет есть? Я! Пошли с нами. Кто на руднике? Я! Кто в осаду? Я! Ну и в качестве домашних животных у нас просто взяты несколько базок прожор. Ну, а чего нет? Надо же потом переваривать ультрамаринов, консервы эти, забираться внутрь. Ну, это такие, знаешь, они... Если это у нас массовка, то это реально такие домашние животные. Клининг. Служба клининга. Ну, да, да. В общем, сегодня у нас будет встречный бой посреди какого-то участка джунглей Кадаку, где защищают разбитые бастионы силы ультрамаринов. Вокруг будет дымиться имперская гвардия, подбитая техника, танки, лемонрусы, там будет в болотах. Все, как в вашем любимом Спейсмарине. Да тут у нас целый бастион его, нарудийные батареи. Тут вообще красота какая-то. Если представить себе, немножечко расширить свое сознание, здесь где-то должны летать целые стаи гарпий, гаргулий. Тут гидры во все стороны стреляют. Красота. В общем, играть в Спейсмарине, а потом марш за стол с другом, играть посреди хлебниц и книжек наваленных. Такой Спейсмарина 2. Потому что это стартовые форматы. Буквально мы взяли по факту стартовые наборы, двух фракций, их очень много, и визуализировали это. Взяли из прошлой редакции, но неважно, это все равно стартовые наборы как-никак, и можно посмотреть, как весело оно играется. Если вы думаете, что это занудное, тяжелое, трудное хобби, нет. Сейчас покажем, что это на самом деле веселая игра под любые напитки, которые хорошо заходят, в хорошей классной компании. Главное, на турнир не ходить. Не надо. Все, мы начинаем играть. У нас есть наше большое поле, красивое, эти самые джунгли какие-то вьются. И мы начинаем с того, что выставляем наше подразделение. У нас будет бросок. Кто там у нас первый? Ходить-то будет. Давай. У меня 5 ультрамариновская, у тебя 6 страницкая. Ну, хорошо. Окей. Давай. И мы начинаем по очереди выкладывать на стол наше подразделение. Азамат располагает своих хормогаунтов поближе к целям. Мы выставляемся так, чтобы между нами было 12 дюймов, не больше. Для этого формата игры этого более чем хватит. И сейчас Азамат пытается свои основные, скажем так, прыгучие хормогаунские подразделения закинуть поближе к спейсмаринам. Я отвечать буду. Хорошо. Сначала встанут мои интерцессоры. Базовые космодесантники, которые вместе с прикомандированным к ним лейтенантом Титом встретят на самом деле твоих хормогаунтов. Ну и дальше, как в игре. Я вымеряю 12 дюймов. Вот эти вот 12 дюймов от наших противников. Вот. И не ближе к этой зоне буду выставлять свои подразделения. И сюда встает сам Титит. И у него есть свои пацаны. Ребятки, которые будут его сопровождать, помогать ему в этом нелегком деле истребление Ксеносов. Потому что Ксенос, он нам не друг. Он нам, сука, враг. Лейтенант Тит и его пять отваженных космодесантников интерцессоров заняли свои позиции. Ну а дальше ты чем-то будешь отвечать. Ну чем? Следующим у нас пойдут, наверное, воины. Давай воинов херач. Почему нет? Это неплохой отряд. Он жирнее любого космодесантника. В два раза почти. И у меня сразу же встает дредноут. Мое последнее подразделение дичь и прикрывать своих пацанов. Огромная тушка нашего Ахилия. Ну и Тиранулия у нас встает между воинами и гантами, чтобы раздавать свой силу с могучей. И остались еще и ганты у тебя. Здесь от Термоганта. Термоганта и немножечко Свармы. Все, давай. Куда их? Ну, наши дальнобойные активы, ну, относительно дальнобойные активы встают поодаль, будут прикрывать дву, ну и постреливаю вперед. Ну и наши домашние питомцы, а именно Сварма, просто встают на левом фланге в надежде, что их не заметят и они всех обойдут и по-моему сидят. Окей, мы расположились. Вот такая вот у нас диспозиция. Там немножко гантов, тут немножко Спейсмаринов. Теперь осталось кинуть кубики и узнать, кто из нас будет первый ходить. Стрелять друг дружку. Окей. За Ультрамар! За Макраг! Я не знаю, что должен включить. Я перезаряжусь просто новым. За Макрэйдж! Мне больше нравится Макрэйдж и Макраг. Три. Ееееееееееееееееееееее эти инициативные тирамиды. Значит, первые будут ходить, у меня больше на кубиках, первые будут ходить Спейсмарин и космодесантнички. И у нас в начале батлраунда, боевого раунда, надо заявить, кого мы ненавидим больше всего. Клятва момента! Как буквально сингл Эминема. Да? Think for the moment. Кто же из этих уродов больше всего ненавидим? Я ненавижу твоих торопышек! На самом деле я не люблю воинов. Мне не нравятся воины, я собираюсь их разнести мощью своего дредноута. Так что воины сегодня проклятые, мы клянемся, что мы сегодня подавим их. Ну, начинается все с нашей командной фазы, где ничего не происходит. Мы получаем один команд-поинт, командное очко, одно, единственное. Вот. И после этого мы начинаем фазу сразу движения. Ну и фазу движения я передвигаю своих солдатиков. Поехали! И первые двигаются космодесантники мои. Я активирую отряд интерцессоров, которые начинают свое движение прямиком на позиции атаки хармогаунтов для того, чтобы подавить их просто болтерным огнем. Ну а после сам лейтенант Тит смог ворваться в ближний бой и обрушить ярость Макрэйджа! Я походил вперед, все. Теперь у меня есть дредноут. Дредноут тоже двигается напролом прямиком к своим братьям. Дредноут мог бы остаться на своем месте, но не хочет. Нет каких-то особых бонусов, которые помогли бы. Оружие у него не тяжелое, это большая боевая машина, которая способна, в общем-то, и так вполне себе вести маневренный огневой бой. Так что он бежит вперед. Мы закончили движение, у нас все очень просто. Прошли все вперед, бежим, потому что не боимся ксеносов, и начинаем теперь фазу стрельбы. Самое крутое. Пора пострелять по жучкам. Я набираю кубиков за этих ребят и обрушиваю ярость своих болтерных винтовок прямиком по Хармагаунту. Ну и пошла жара! Как на стрельбище. У Хармагеры. Я кидаю кубики и узнаю, смогу попасть или нет. Я попадаю на три или большее. Ну смотри, вот двоечки мы убираем и единички. Но у нас, помним, к этому моменту на них не работает, они против воинов пытались сражаться сегодня. А вот шестерочки, они превращаются в автопробивание, потому что нас бьет лейтенантит, и он позволяет мои шестерки правилом Little Hits превращать сразу же в автопробивание. Так что это уже мы пробили автоматом два раза, ну а остальные попадания, а это промахнулись, а остальные наши попадания на три или большее, мы теперь должны провести через обряд пробивания. У тебя какая стойкость? Наверняка трешечка. О, слабый. Торокарский. Тогда я пробиваю на три или больше, потому что у меня четвертая сила моих болдерных ментовок. Ну смотри, получается, два раза я вот уже пробил, и сверху еще четыре. В сумме шесть. И первый armor-pierсинг, значит твоя броня минус один. Ну, у нас буквально наш хитиновый панцирь, как и флагармон-гвардейст. Картон, по пьемаше. Вот, поэтому с первого ПМ мы это модификатор на сейф-бросок, на с пятый, соответственно, шестой. Давай. Давай. Ну, два. Спас. Два таки спаслись. Четыре таракашки улетает. Таракану, да, погибает. Тит. Он в другую сторону стреляет, он стреляет по воинам, потому что у него мощная, могучая болтерная винтовка, мастерски сделал, у нее больше урона. Простых гантов стрелять как-то грешно. Попробуем, два выстрела. Ну, давай, родной шестерочки! Но попал он разочек. А, нет, он попал два разочка, потому что он меткий, он лейтенант. Да. Но дальше беда. У тебя стойкость... У тебя стойкость наверняка пятая, потому что вы жирные колобки. Вас так с болтерной винтовки не убить. Значит, пробиваю на 5+. Пятерочки. Сила меньше оружия, чем твоя стойкость. На! Сто! Один пробил. Один пробил, да. Ладно, первый. 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 Того у нас сейчас пятый сейф, потому что четвертый броня у них разошла. Да. По сути, имперский карапас. Но, к сожалению, нет. Два дамага! Два дамага. У нас у каждого из воинов по 3. Да. И поэтому он получает дверанки и остается в одной. Да. Теперь я беру моего брата, Ахильесия, и начинаю обрушивать весь гнев. Начнем с базового вооружения, с противопехотного, чтобы последнюю раму тебе сбить, которое у тебя осталось. Не тратить плазменный выстрел. И греем по полной свою плазмопушку. Вот сейчас у нас современные поиспорены, как когда-то имперская гвардия. У тебя со всех сторон пушки торчат, стреляют. Ежики. Где там боезапас прячется, непонятно. У него кусок с машины от заказа до рассвета, который... Ну что, погнали! Начну с противопехотного. У него в груди два штормболтера. И обрушиваем от тебя двойную ярость, потому что дистанция в половину короче максимальная. А значит, в два раза больше выстрелов. Пробуем. Три или больше. Но при этом мы поклялись, что ненавидим тебя и убьем, потому перебрасываем все промахи. Что же они вам так приелись? Да ненавижу я их. Пытаемся пробить. Сила такая же четвертая, как у болтерных винтовок. На пятерочке. Он опозвал его земляным червем. Два спасброска. Два спасброска и армор пирсинг там нулевой, потому что это штурмболтер второго образца. Колу не трогал. Четверки. И две ранки есть, поэтому у нас один погибает и один остается в двух ранках. Но это не конец. У нас есть шестиворотка, пулемет. Как у команды Арни в Хищнике или как у Арни в руках в Терминаторе. Гатлин Кэнон! Погнали! Восемь выстрелов. Ну мы перебрасываем один промах. Промах на промах. И силу тоже побольше. Пятая. То есть пробиваю я тебе на четыре девастейшн вунт съесть. И вот это мы и ждем. Да. разрывает на части видимо тиранидскую плоть. Разочек разорвало. И... Четыре спасброска с первым нулевым Армор Пирсингом. Ну опять же четвертая. Да. Мы надеемся, что... Да что ж такое-то! Итого мы получаем один у нас погибает. У него было, потому что две. Да. Погибает и погибает, и второй, потому что... Еще смертельная рана. И ровненько, прям, четко. Отомстил за всех. И погибают наши воины. Макроплазма инсенераторов никуда уже стреляет, потому что там... Разорваны тела. Мящееся пятна, куда еще и плазму влить. Дожигаем. Выжигаем подчистую. Ну все. У нас закончилась стрельба. Мы переходим к фазе атаки. Чардж! Бежим в ближний бой. Ну и само собой, здесь побегут в ближний бой интерцессоры в главе с лейтенантом Китом дорезать хармагантов. Ну в таком случае, если сейчас нас будут чаржить твои интерцессоры, наши термаганты заявляют овервоч. Как раз у нас есть одно КП, которое мы получили в начале. Командпоинт, командно очко. командпоинт. И заявляем овервоч. Это у нас стрельба на скидку получается, поэтому сейчас наш баллистик скил здесь не работает. Наше умение стрелять, поэтому мы стреляем только на шестерки. Набираем количество кубов, равное количеству атак, соответственно. В нашем случае это 10, потому что с каждого термаганта по одной. Один шляк вылетает. И стреляем. Ищем шестерки. Ну, одну шестерку мы нашли. И, к сожалению, так как у нас нет никаких других обилок на этом оружии, мы ничего не триггерим. Пробиваем мы, ну, соответственно, так же, как и всегда. Сила пятая, у меня стойкость четвертого десантника. Поэтому на трипл. Троечки, да. Пробили. Ну, армор пирсинга у нас нет. Спасбросок три или больше. Пять. Бим! Отскочил червячок. Отношел силового доспеха. А теперь я совершаю атаку. Нападение. Беру два кубика и кидаю количество дюймов, которые я должен пройти. Здесь почти в упор. чардж почти гарантированный. Ну, да. Восемь, девять. Там девять дюймов, да. Так, но у тирана есть правило воли разума улья, которое говорит, что мы можем один раз за ход использовать стратегем, при этом подешевле на один кубик. Один кубик дешевле, так как у нас количество кубик, которое было на овервоче, один цена, соответственно, мы его буквально не тратим, она у нас остается. Ну, и еще в шести дюймах от него мы получаем на все наше оружие лет в уху. Ну, и хорошо. Вот ты его, по сути, применил. Да, по сути, вот он и применил. Автоматом. Ну, ладно. Мы дошли до ближнего боя, вбежали в тебя. Друдноут, он на самом деле чувствует, что ему далековато топать двенадцать дюймов. Он останется, на самом деле. Останется. Пускай там сам подходит подальше от пацанов в тиранули и прочее, он подождет. Потому, сейчас мы атакуем в фазу ближнего боя. Тут все просто. Кто атаковал успешно в этот ход, тот первый активируется. Но мои пацаны обрушивают всю ярость за МакРейдж на твоих хромагаундах. И начинается резко. Я начинаю лапзать тебя своими боевыми ножами, как тит в игре. Ну, в принципе, да. Сейчас мы визуализируем игру. Да. Роличие все стороны. Правые. Куски хромагаундах. Хромагаундах. Я думаю, это будет хорошо. У меня по 3-таки стушки. Четыре парня бьют ножами, и сержант ревучим пиломячом. Ножи. Шестерки у нас для Телл Хитс, напомню. Ну, что-то я Денис много вижу, если честно. Да, очень. Но они такие лениво. Боже мой, какие они страшные, ужасные зверюшки. Это кол их только-только из пробирки выпустил. Вот тебе болтер воюет в сторону. Сила четвертая такая же. И еще 2. 2. Четыре спасброска в сумме. Четыре минус сколько? Там у Чейн Сворд наверное есть. Да, но это пока простые парни. А, это простые. У них нету ничего, к сожалению. Ну, у нас из доспехов-то нет ничего почти. И, да, троих таки срезал. Остался один. Отразил кое-как. Подожди, у меня же есть огромный врунцик на пиломяч. Да. Пять атака. Замок рейдж. Три попадает. Ну ладно, все, что получили. Три или больше. Да, и антре плюс. Три или больше, потому что сила четвертая остается третья. Два. И там наверное минус первая. Это все-таки астарт в Чейн Сворд. Да. И тут нам уже нужны шестые. Ну, один есть. Итого мы потеряли в сумме четверых. Четверых. Но! Да. Остался план. Батя чемпион. Тит, который бдит. И Тит сегодня атакует, ну тоже своим цепным пиломячом, размахивается. У него какой-нибудь именной нет? У Тита пиломяч, которого в правилах нет, потому что модели такой нет, лейтенанта с пиломячом. И мы считаем, что это просто мастерски сделанное силовое оружие. У каждого зуба отдельное силовое поле. Пробуем так, давай. Двоечки. Титий. Три. Попадает он на два или больше. И пятая сила. Одного. Ну там минус два. А, ну, так как минус два, соответственно, сейв-бросок наш модифицируется до такой степени, что мы должны кинуть седьмое. На седьмое мы кинуть на шестигранном кубике, к сожалению, не сможем. Сколько у тебя осталось там так убито в сумме? В сумме сейчас уже с учетом этого пять. А их там всего шесть. Но у нас осталось там их, да, их шесть. Команд-поинт-рерол использую свой. Команд-поинт-рерол. Переброс двоечки на пробитии неудачный. Пятерка. Разрезал всех. Но я потерял свой команд-поинт, зато всех разрезал. Это как раз, как в игре было. Знаешь, там остался один гаунд, который такой, это, подсвечен красным. Чискать к нему подбежал. И добил. Так. Все погибают. И сразу после этого десантники могут взять и проконсолидироваться на три дюйма, чтобы встать такой стеной против этого ужасного, жуткого, страшного монстра. Тирана Улья. Ну, кроме Тития. Потому что лейтенант-то он умный. Он отдаст другим бразды, скажем так, возможность подраться с тираном. Эти ребята интерцессоры только вышли из колбы. Он такой, да это херня! Это жук! Ты че жука явил? Смотри! Ты только больше. Разницы никакой. Приключения на три часа. Туда и обратно. Побольше просто силовой. Ну все, мы начинаем теперь фазу конца хода. Мы закончили ход, тут никаких ни морали, ничего нету. По сути, да. Единственные, кто могли пройти морали, это были наши ганты, которых больше нет. Поэтому проходить уже ничего не надо. А все остальные у нас урона не получали. Поэтому мы переходим к ходу тирани. Тираниц. И начинается твоя фаза командования. Ну, в фазе командования сейчас мы пока ничего не делаем, только получаем еще один командпоинт. И сразу же переходим в фазе движения. И сейчас будем двигаться. Давай. Так, ну, наш тиран определил себе главную цель, потому что ворьеров как-то слишком быстро сдуло, и от них остался только кратер дымящийся. Поэтому, да, мы идем туда. А наши прожоры просто идут к интерцессорам. Такой своеобразный заслончик еще на ход, чтобы наши термоганты могли пострелять мясом подавить, пока пачки разбираются. Пока пачки разбираются, мы эти будем потихоньку везать. Так, ну, все, значит, наша сварма подвигалась, а ганты остаются на месте, постреляют, и на следующий ход, когда наших всех риперов перережут, в чем можно вообще не сомневаться, второй волной мяса будут как раз они. Окей. Ну что, теперь фаза стрельбы немножко осталась. Да. Да, это стреляем. Ну давай, стреляем. Ганты против моих. И так, стреляем. К сожалению, рейтл хитов у нас нет, потому что у нас тиранули просто оставил всех и ушел. Бывай. Как отец за хлебом. И на 4 плюс. Ну смотри-ка, это успех почти. Ну, для спейсмаринов. Окей. И пятая сила оружия. Четвертая почти. На 3 плюс. Давай. Шансы были, но... Это удар. Что-то как-то... Отлетело. Истекает слизняк. Ну ладно, не повезло этим парням. Не повезло. Ну ладно, теперь мы переходим уже к более интересной фазе. Фазе именно черджей. Ну давай, атака. Стрельба по спейсмаринам не удалась, но мы на нее, если честно, сильные не рассчитывали. А вот на что мы ее рассчитывали, так это доблестный, да, чарж нашего тирана Улья. Ну, в принципе, там главное не кинуть две единицы. Не хочу оверботч. Я верил в силу своего равна. Итак, погнали. Да. О, это целых... Тиран влетает в джинноутов разбегу. Да. Как бы красиво это выглядело. В жизни. Так, ну и наш маленький мясной щиток, который должен прикрыть наших гамтов. Наши прожоры бегут в сторону уже отряда Титр. А вот здесь кофе-то немножко, потому что литл хиты. А там вторая Тафна, не кажется, кофе-то сдувает. Ну ладно, я заявляю оверботч! Давай. Трачу одно свое единственное очко. Ну вот, и залпом пытаюсь сбрить двоих прожор. Но при этом даже посмотреть, видно ли мне кого-то. Один парень не видит, по-моему. Там точно видит. Вот трое, четверо точнее видит, а один-то не видит. И Титти, наверное, тоже ничего не видит. Ну если честно, я бы сказал, что четверо видит. Вот, четыре. А один не видит. И Титти тоже не видит. Да, для Титти, они вообще за... Приберегу на командный реролл тогда. Забегай в меня, давай пробуй. Погнали. Да, нам хватает. Слава богу. Ну что, все, добежали они, вонзились все. И у тебя переходит сразу к фазе ближнего боя. Да, к нему самому. Ты атаковал всеми, у тебя есть право там чехпых. Вот. Вот на этот чехпых как раз мы и пойдем. Выбрать. Наш тиран первым будет биться, потому что было бы тупо прожорами биться, потом еще и перехватил ход, еще и закопаешь его. Тиранище. Нам сейчас нужен именно тиран. Ну давай. Бьем мы его монструозными там мечами и всем, что у него есть. Это, между прочим, 6 атак. Итак, сначала, значит, наши мечи на 2+. Получается, значит, мы один не попали. Пять попало. Все остальное пробиваем. У меня стойкость десятая. Как у тебя. Это может крепыш здоровяшим. У нас сила девятая, поэтому на пятерку. Ес! Давай, Red Note! Три раза! Три раза есть. Три! Да ладно? Минус второй. Но у меня сейв по базе второй, потому что я огромная машина превозмогания. Ну, четвертый сейвы. 50-50. Я уже три года воюю, я ветеран. Я выгораю на работе, понимаешь? Во всех смыслах. На! За ультрамор! Ну, это в игре крутой и в жизни крутой и на столе самый лучший. Все три спас броска. Как это? Осторожно, модель. Думал, все, а нет. А что, все, все, а что, только 6? Нет, не 6. У нас еще есть экстра-атаки, как я понял, за хвостик или за что там у него. Это 4 атаки, также на 2 плюс. Опять одну промахнулись. это ладно. Какая стойкость? силы у нас седьмая, но все еще на пятерку. Да, потому что меньше моей стойкости. Я нахватаюсь за хвост и на тебе об колено его. Ну, блин, ну это пятерочка, ну это пятерочка, господа. Все, все отбил, как батька. Здесь отбились, но у нас еще, я думал, все, нет, у нас прожор еще. Ешь меня. Здесь нас радует только одна цифра. Какая? Да, но все остальное не радует, потому что попадаем мы на 5 плюс, а так как у нас сила вторая, пробиваем мы на 6 плюс. Ладно. В общем, а вдруг? Силовая броня. Лучшие техно-жлицы увлажняли меня маслами. Нужны пятерки. Пятерок не так много, как хотелось бы. Но зато у нас... Еще пятерочка. Была. Так, вот еще пять. Ну смотри, вот ты попал пять раз. Шесть раз. Тускай. Но у нас же еще здесь есть сустанин-хиты. Это за каждую шестерку получается как бы два раза попадает. Там один, сустанин-хит один. Давай еще попадание. Поэтому у нас еще два как будто бы разом попали. Они очень много кусаются. очень сильный много кусают. А стойка? сил какая. И все это дело пробивает со второй силой. Стойкость четвертая, а когда сила в два раза меньше стойкости на шестерке. Поэтому да. Ну давай. Нам нужны шестерки. Ам-ням-ням-ням-ням-ням. А мы как к тебе в игре начинаем давить? А такие два раза прокусили. Что ответит на это ваш сверхчеловеческий стойкость? На брата терпилу напали! Одной раной отделаемся. Двоечка. Ну видимо настолько вас много в мой гульсик забилось, что дыра. Где-то да. Где-то мы все-таки прогрызлись. А-ан-ням-ням-ням-ням. Брат терпилиус получает одну рану. Врача медик! Это значит кто-то болтером размахнулся чтобы пожора over эту по голове окей ответки да а давай не будем вокруг да около ходить и сразу же мои космодесантники они набегут на тебя подвинуться вперед сделают перед атаками бесплатное продвижение я убираю ответ интерсессоров с моим титим и погнали это нужно для того чтобы больше модели наших ударило потому что будет только никогда рядом с целями до буквально там в паре дюймов только и нужно нам продвигаться ближе ножи на голову и так работает шеф-повар что же самое понеслись наши клинки вонзаться в тела прожор у нас без шестерочки уже три шестерочки есть это мы автоматом по тебе летал хитами пробили уже ну и это просто попадание я все пытаемся пробить тебя до плюс вторая сила в два раза больше стойкость значит на два или больше это маленькие червячки что из них здесь ну это родных путешествий 7 родных подбросков 7 родных шестых да так берем 7 кубиков и ищем шестерки но один есть сколько жизнью каждой базы твоих прожор у одной базы 4 вонды получается 4 вонды до итого мы 6 пропустили это одна база там 1 до 1 база и 1 в 2 подождем ударит еще ступным пиломячом он устал я считаю просто устал он заслужил уже отдыха ну два раза минус 1 но при этом мы опять же из модификатора нашего сайва получаем седьмой бросок к 7 бросок нашли грамм кубики не вы тому просто поэтому две раны и в таком случае у нас еще одна база полностью куда все 8 ран как раз остается одна и там 4 раз не краски то осталось поставили ему как и в игре всегда звонит кит еще куснет 5 атак попадает он 4 и 2 плюс ну распиливает еще ровно на 6 ран потому что урон 2 на мяча за каждое попадание ну и же опять же ничего не кидаем поэтому нас все кидаются но в принципе мы этого и ждали этого и добивались чтобы мы просто зацепили на один ход после этого мои бойцы разворачиваются такие и продвигаются немножко вперед на те вот самые желанные а 3 дюйма для того чтобы перегруппироваться уже прижать гаунтов ну и само собой хит тоже двигается вперед ребят продвигается вперед что потом подавить гантов на будущее сейчас будет мой ход потому что им надо уже готовиться к подавлению этот угроза теперь брат ахилий он увидел что тварь такси русская слабо и сделать ничего не может обрушивает свой redemptor кулак примет тут великом не выспался против может просто учебные войны тараканы на массе на протеине у меня опять атак по базе на три или больше вперед да что ж творит все с кубиками все там неплохо то не знаю как ты работаю ничего нет ли тут ничего там есть 12 сила это получается я у меня для 100 сил у тебя столько с 10 а три или больше а тут не очень хорошо 11 всего успех армор кирсинг там наверное большой как минус 2 минус 2 ну по сути у нас сейф бросок 2 плюс становится четвертым у нас ингуль 4 это непробиваемое обе олено 4 и больше он всегда может защитить инфицируем не манифицируемый ну и того нам нужен дал четверка коктам дома 3 ну ладно если потерпим если что отбила ну там силовым полем психическим отбила но не повезло не смогу держать до нужной кондиции все это к недолго дружить конечно ну что все ход закончен да по сути все первый ход на закончился переходим ко второму до второму ходу ходи а почему ты я я скажу ну у меня как вам момента проклясть долбаного несчастного тирана улей не знаешь что я и вижу что не получается у друдного тому я побегу мочить всеми силами тирана улей наша миссия задача теперь тит никому-то поручит этом не пойми кому а сам лично это сделала сути видишь он весь свой отряд из пяти человек он с собой взял конечно они стал раздумают по 3 все время 33 все бежим вперед мне нужны пять человек там там 3d и у нас бросок всех сил в том числе нашего лейтенанта это прямиком на помощь друдноуту ахиллию но я думаю совместными усилиями мы сможем запинать эту адскую жуткую тварь наконец-таки но все подвигались движение друдного ближнего боя он не собирается никуда двигаться отступать не собирается и начинаем стрелять ребята не могут стрелять по тирану потому что они не могут задеть своего брата почтенного не стреляют по нему а вот друдноут обнял тебя приподнял и сосков болтерами давай нашпиговывать поехали он стрелять из тебя шестивороткой общем всем что неразрывное окатывает зерной волной его ему нехорошо шестиворотка полим ну я вижу вот попадание очень даже неплохое и с перебросом всех промахов промахов потому что у тебя прокляли на все там так десятое дело у меня пятая шестер шестерки пожалуйста ну а есть ну какие-то броски а это девастейшн вунды 2 бедер получил получаем это смертельные раны который разносит бедняжки полоте вот тихетин не бросаем это да теперь болтеры просто и выстрел в упор и сосочков ну смотри тоже очень неплохо этому переброса потому что клятва еще и шестерки сила 4 что такое это божественные кубики или штуки 4 спас броска вторых потому что у нас нету никакого армор пирсинга и родных спас броска все это все там ну ладно и все мы построили по тебе а еще еще ракет ракет на d3 выстрел один выстрел утром попал седьмой силы там не пробили ну и ладно мы дело сделали 2 равна несли все теперь приходим к броску на атаку тут не 2 единички мы стоим в упор там да там десантники мучаться в атаку но все мы добежали и те кто атаковал имеют право теперь вонзиться тут даже не перехватишь никак потом ты конечно ладно начнем с простых пацанов обнажают ножи вгрызаются тебе в этом в бедро как это как скалолаза пути забираться начинают ну давайте это уже не гаунты и не сформа тут надо будет постараться как это как в городе грехов это что вы способны и хорм плюется ну что я вижу тут у меня так чтобы очень много как-то не испугались переброс-то переброс клятва мешает обосраться смотри не правда мешает они не а это летал хиты между прочим это 3 летал хита а это мы пробивать тебя будем на шестерочки уже очевидно нож печень тиран не вечен один сумме 4 спас броска вторых я верю верю в себя в кубики 2 2 2 прошло две дырки получает еще но сумме уже четыре потому что стрельбы получали уже сержант по хиреус вонзается в тебя и начинает просто как индейку шинковать 2 уже есть авто пробитие потому что летальные хиты и попал три раза и шестерочки еще на пробитии ничего ничего но два хита с минус 1 2 3 до еще ранка видишь ребята силой разума воли отваги смогли тебе три дырки сделать баррель а теперь теперь сам пора заканчивать тетей они просто сделали мунычки вам по нему забегаются по батонами чтоб тебе башню отфечь но я вижу два летал хита один переброс переброс но подожди можете пробить и на шестерочки потому что сила пятое остыка 10 есть ну чтож 3 минус 2 а в 3 4 из подброска ладно еще еще сколько там 1 2 2 еще два урона ух это уже 7 снято с тирана тиран еще живой да но у него меньше половины осталось там для минуса у него будут потому что он потрепанный жизнью но главное что остался теперь как бы дредноут но после того как все ударили кто атаковал этот ход успешно теперь мы начинаем выбирать тех кто не дрался у противника начинает с него начиная тот ничей щас 1 давай тиран в кого для дредного дредного такого еще ну и как в прошлый раз принципе у нас ничего нового не появилось не отросло не успела поэтому шесть атак мы знаешь своими мечами и 4 еще дополнительно заявлю armor of content кстати броня стратегема которые усиливают нас и понижает вармар персинг на один так и все значит нас на 2 плюс давай двоечки пошли все попал ну а что что я сделаю с тобой ничего так все по черные кубики дополнительные да да это у нас дополнительный который с хвоста это у нас с мечей мечи мы пробиваем на пятерке и у нас там тимлинг про что я забыл прошлый раз кстати это это плохо переброс господи у все пробивает все пробили и один переброс переброс и к сожалению так ну и это мы тоже пробиваем и тоже на пятерке терки но без переброса потому что она не ринкова на не так много ну-ка один что какой-то armor пирсинг так здесь это 5 ты его с минус 2 то бишь минус один по факту с минус одним и кстати и это кстати тоже минус один хорошо на чем можешь просто 6 минус один с болезненных начнем 5 хотя нет лучше сначала 5 болезненных урон до своего легко в гигантских и армаров контент понижает у армар пирсинг на 1 поэтому он тебе первый а значит сайт умеет 2 становится 3 3 3 или больше мой зад в огне у меня 33 дырки но у декор он дома 3 но минус один потому что мы идете тернул вечная служба я понижаю урон на один по себе потому 222 аж 6 половину хп моего срезал с 12 и 1 сбросок давай не подведи 3 или больше я спас я смог я воскрес машины масло хорошо так ответить и правда возможно сейчас не выжить итак давай теперь продет тиран брата хил брата хил немножечко в ахере кулачковая работа пошла переброс за ну так на видите чуть на пол шестого и троечки силу 12 против стойкости 10 3 спас броска четвертых непробиваемых тебе давай 3 3 3 становится больно осталось девять ран а подожди а он помер почему а у него было 7 еще сверху 3 упала боже брата фили его колен это голову но хорошо то есть он может взорваться по сути кидай кубич кубик нужна шестерка заняты не она но все дело сделано кажется это первая победа да нет конечно какой-то езивен просто идет обычно не так чуваки это просто кубики и наверное первый ход десанта да ну как поступим бы кого у нас тот кто командовал ульям помер и все оставшиеся просто становятся животными которые бросаются на все что движется поэтому а котелись до скотинились поэтому сейчас на гаунты просто выскочат постреляют и нападут и там кого-нибудь зацепим там или в инстинктах раньше было что я должен быть убегать прятаться в тени отстреливаться но мы ускорим повествовать к бою личинки на голову и они набегают вперед плоти кусы плоти флешбор как же перевели то у вас флешбор это тело то чисто тело то чисто свои обнажили и бегут лэшбор и эти личинки выход начался плачу один команд поинт пробежали у нас к сожалению не рэпид фаер оружия настолько сетел фитов ничего нет но шарь но это не мешает на все равно пострелять 10 выстрелов но неплохо а я аромаров контент даже заявлять не буду потому что бесполезно все это дело на 3 плюс тройки 5 сил личинки 4 но без какого-либо армур пирсинг смотрите будет лейтенант тит на себя брать а не может на самом деле потому что матерей еще живой да ладно по правилам один команд поинт у меня есть давай а потом этот брат ну да 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 все равно один преролим чтобы не было других раненых да и ровно одна рана двоечка 3 бросок и не кинул и погибает вот погибает падает в слюнях и слизи брат терпила так мы не будем долго стоять на одном месте набегают набегаю кусать вот а это нам хватает вполне ближний бой ближний бой атакуй там тебе хватает много в зуб хитина челюстей пасть когтями давай баме пытаемся рвать кира давать 10 атак на 4 плюс ну попадает так себе очень так себе ну они не ближний бой а нет почему нормально половинку и пробиваем его третий силу 3 пятерки у метов на 4 ладно по спейс-марински сказали мы и еще одну рану получили но слава тебе господи проролю тут бросок и только один из братьев получает свежую ранку но теперь ответ к теперь сразу тебя двух распилила там у нас осталось чуть меньше парней мы будем искать за павшего терпили терпили ну вот мы еще в тебя получается всадили очень много троечки потому что сила больше чем твоя стойкость и вот еще шесть подбросок 6 5 6 1 не кинула и там еще два и там еще два это уже 8 и теперь санту сержант врывается осталось два ну ка но пока он попал три раза и три или больше да там минус один ну да я три шестых до минус один три шестых подброска ну ладно и ровненько спасибо за игру но это крали надеюсь вам понравилось игра простая нам меньше часа это заняло со всем этим делом и с подсъемами миниатюр что очень быстро и круто подумайте час не прошел мы уже сыграли эту битву ну да мы то есть пользуюсь максимально дефолтами правилами не используйте их стратегиям там можно конечно дальше углубляться ну и вооружение ставка не максимально юнитов гораздо больше в самой игре потому что космодесанты их одних там что 50 наверное сейчас на какой формат очков 500 мы поиграли 400 даже 4 с небольшим очком совсем до маленьким по сути увеличить это на 2 раза и получается маленький формат уже да 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 именно так помните warhammer то разнообразные весело там правило несложное абсолютно и у каждого отряда есть только там одно грубо говоря спецправила вы можете выбрать для своих десантников еще немножко там правил для типа орденов условно детачментов так и тираниды разные формы выбираются 10 редакция она вполне себе очень простая и дружелюбная для новичков потому что в 9 редакция открываешь кодекс кустодианцев и листаешь 3 разворота стратегия поисках нужно потом факт апдейт и все это носишь с собой где-то вот у себя там в телефоне не дай бог в бумажном варианте кукуха страдает а здесь у нас сейчас все максимально да просто это одна какая-то обилка и там какие-то плюшки по факту это очень красивая настольная игра которая в первую очередь призвана вас наслаждаться нарративом происходящего и вот такой вот стол собирается ставится там пара солдатиков но на самом деле два раза больше будет стол для вашего формата тупо два таких по размеру по сути мы с мы играли этот старый говоришь на формату комплей о проплэй до которого сейчас нет который да не знаю зачем они его прописывали когда просто берешь ставишь на стол да по базовым правилам свое удовольствие поиграли просто чтобы показать вам что можно можно спейс марина оживить на столе я всем это битро понравилось если мы соберем условно там полторы тысячи лайков да например и хотя вот 50 тысяч просмотров то тогда мы сделаем еще одну битву идите и пойдет дальше он докопается до тысячи сынов и надерет жопы проклятым хаоситом мы еще одну игру сыграем уже будем драться на шпилях чтобы совсем уже офигели от того какой красивый может быть стол в этой игре ну вот так лайк репост шер как говорится подписка на канал если он такой формат нравится оставайтесь с нами у вас будет и лор разобран у нас будет каждую неделю уже выходит точнее как собрать рубрика где мы показываем вам как собрать ту или иную армию вархаммере ну и вот нарративные ивенты и кампейны тоже не за горами хочу сайт и бусти чтобы нас поддерживали с вами был азамат и иван играть на хорошем террине хорошие игры помните вархаммер это вот так вот просто вот так вот весело и вот так вот прям на чили хорошее классное крутое хобби да не стоит душнить а просто получать удовольствие именно до свидания пока если тебе нравится что делает станция нравится ее творчество то поддержи нас на бусти нечетная половина наших знаний выходит именно там а также куча ролевого контента уникальные ролевые сессии бэкстейдж и аудиокниги все это и многое другое выбранное самими подписчиками уже ждет тебя там